Здравствуйте, дорогие мои зрители! Меня зовут Лега Хэлл. И сегодня я расскажу вам о моём любимом фильме Папа Томастер. Вы слышите саундтрек из оригинального фильма. Первая часть вышла в 1989 году, который занимался съёмками Чорс Бэнд. Это легендарный человек, который снимал все организации Филипса Ловкрафта, снял Тролль, Гоблин, Кровавое Печенье. Да, неудачные попытки в стиле Кровавого Печенья и, конечно же, зло Бонга. Бонг – это наркоманский, как сказать, кекс. Я имел в виду кальян. Так вот, Повелитель Кукол – это оригинальная серия, которая подойдёт и родителям, и взрослым. И, кажется, детям, потому что этот хоррор для всей семьи. Он получит все лавры для всех. Фильм заслуживает всё, что вы хотите. И хороших персонажей, и плохих. В последней части подходит больше для детей, и показано так больше кровища. Ну, слава богу, там нет сцены полового акта, как в ремейке, где там полунейшие. В серии можно наблюдать и экшен, сказочность и доброта. Серия фильмов заслуживает своей любви. Поверьте мне, у этой франшизы целых 12 продолжений. Она закончилась в 2017 году с выходом последнего фильма под названием «Конец ось зла». У фильма есть два включена франшизу. Например, «Повелитель кукол против демонических игрушек». Загляните в кукол, я не буду вам ничего не спорить. А второе – это ремейк, который вам спойлерил в прошлый раз. Я не буду спойлерить в этот раз. Серия фильмов заслуживает своего такового любви и понимания. У него даже свои игрушки, и, конечно же, с 2015 года производятся комиксы, которые вам могут понравить. Чорс Бен заслуживает вашего отдельного любви. Зацените все агронизации Филлипса Лоффкрафтов, особенность серии фильмов под названием «Гоблин, Тролль». Вы знаете название «Тролль 2», да? А вы знаете, что оригинал снимал часам Чорс Бен? А вторая часть не имеет тела к первой части. Так и реаниматоры. И включая серии демонических игрушек. Так, поверьте мне, эта франшиза заслуживает своей большей любви. Поверьте мне. Посмотрите-ка эту франшизу. Я вам ничего не буду спорить людей в этом ролике. Ставьте лайки, если вам серия фильмов взошла на ура. Первую часть нельзя увидеть в Ютубе, потому что на неё есть уже обзор. Но посмотрите-ка все части. Ремейк же более кровавый, насильственный и больше экшена, чем сказочности. Создатель тёмных кукол является Андреа Тулон, который застрелился в Гога Дубе в 1939 году. Но с этим фильме более проблем серии. Чем сюрприз, там разные моменты, как он получил рецепт оживления кукол и как они умирали. Ледая, Пинкхед, Честер, Бурильчик, Мисс Пиявка, Шестерук, Огненный Шторм, Дикапитрон и, конечно же, Зэгдар и Ниндзя. Это главные куколи всей франшизы, но Зэгдар и Ниндзя это поспешный вывод. Потому что Ниндзя появляется в девятой части, а вот Зэгдар шестой. Других вы кукол можете наблюдать в разных христистиках. Посмотрите-ка эту франшизу полностью. Не пожалейте. С вами был Лего Хелл. Подписывайтесь на канал, если вам понравились эти фильмы. И возвращайтесь снова. Следующее видео будет посвящен Тихой Ночи, Смертельная Ночь, который обладает четырьмя продолжениями. До свидания. Имеет отдельный ремейк под названием Безмолвная Ночь. Посмотрите их, кстати. Кстати, я считаю еще одним плюсом то, что в ремейке должны менять злодеев. Христистики, их поведение, новая внешность. Ремейк Паппетмастер Зелета Рейх и Безмолвная Ночь. И, конечно же, Техас, коридня бензопилы от Майкла Бэя. И, конечно же, Амитивиль. Фильм под названием. «Зловещие мертвецы. Чемная книга». И оно, поздравляю их, они справились с этим делом на все сто процентов. Изменили кариетистику персонажа, изменили, конечно же, его внешность и изменили его историю. Они молодцы. Хватит уже обращать внимание на этих дерьмовых маньяков. Фредди, Джейсона. Я могу объяснить, что Рок-Зомби хорошо справился с фильмом «Хэллоуин Рок-Зомби». Где там объяснили, почему Майкл стал кровожадным маньяком. Ладно, удачи вам, подписчики. Пусть у вас будет все окей. Ура!